Охо-хо, что это тут у нас? Не успела нормально аудиторию собрать и уже в около андеграунд уходим? Угу. Кто-нибудь из вас слышал про Penny Arcade Adventures? Ну, над пропастью во тьме, если по-христиански. Да-да, та самая игруля по комиксам от Penny Arcade, блядь, да конечно никто не слышал, господи. По одной статье от игромании со стопгеймом и полтора обзора на ютуб с просмотрами по убыванию от 56к до 15к. Ха-ха, мне пизда. В общем, картина удручающая, судя по всему. Вышла, похвалили, забыли. Ну, по крайней мере, на просторах необъятный. Первые две части даже в стиме недоступны. Ну да, есть вторая часть. И третья, и четвертая. Вот так внезапно, да? Игру забыли, и между прочим, очень даже зря. И сейчас я попытаюсь это доказать. Оставайся и старым лад. Для искушенного зрителя здесь найдутся тонны отборнейшей чернухи, высмеивающей все законы жанра. А для неискушенного... Ну... Тут есть роботы соковыжималки и бущие апельсины. Но обо всем по порядку. Это... Над пропастью во тьме. Итак, начинаем мы с мрачного четверостишия. Вернее, мрачным его делает русская озвучка и вольный перевод. Четыре злых бога сидят у окна, а восемь богов поглотила война. И коль словно мухи все боги помрут, за нас и подавно гроша не дадут. И звучит это шикарно. Вайбит к каким-то дарке с данженом, а в оригинале же все выглядит так, будто ты случайно включил не игру, а трейлер к Скайриму. В общем, катсцена закончилась уверенной походкой и с темной подворотни к нам направляется наш персонаж. Великолепный мужчина, но прости, чувак, сосисочная вечеринка, этажом ниже, а здесь играют за женщин. Представляю вам себя местного разлива, она ждет еще одна катсцена с местными красотами и минуты напобегать перед следующей катсценой. Это прекрасное утро в почти прекрасном городе Новой Аркадии. Впереди новый день в городе мечты. Знакомьтесь, это закадровый голос. Его задача пытаться делать вид, что у нас тут серьезный гибрид нуара и мистики, и между делом вбрасывать шутки про нашу лужайку. Кстати, дом наш находится в тупике отчаяния. Символично. Вооружаемся граблями, убираем листики, наш дом кукуям собачьим разносит огромный робот, видим, как за ним гонятся два каких-то блаклака, один из которых сжимает в культях ПП Томпсона. Типичный вторник, не правда ли? Короче... А, да. Всевозможных лузов тут будет безумно много, и я буду их вставлять по ходу, и если что, ставьте на паузу. Местами оно того стоит, поверьте. Пройдя несколько метров, встречаем мини-версии той ебанины, которая разнесла наше имущество. Девчуля пытается коммуницировать с ними, но ничего не выкупает, так как их родной язык двоечный код с акцентом типичного дрочил из двача. Почему? Потому что информатику я в свое время сдавала, со специальных переводчиков списывала и, в принципе, с этой сранью знакома. И что бы вы думали... Я на своем месте. Короче, бетардов никто не любит, так что... А я хочу вам напомнить про то, что прожатая кнопка подписки под этим видео, как обычно, прибавляет плюс 100 к арме. Да и кто еще обратит ваше внимание на такие вот шедевры? Заранее спасибо. Включаем дипломата, дабы договориться с котом, и обретаем нового боевого товарища в его лице, который... Ну... Он дамажит по морали единичку хп, вылизывая очко... Готовьтесь, такого будет много. Этих х**бари террористов можно отвлекать, бросая им апельсины, и... И если спросите меня, мне... Мне малость неловко на это смотреть, да. А еще их атаки заключаются в золотом дожде и еблинок. Классика. Ну а мы тем временем догоняем этих двоих, и... Хочу вам представить моих крашей из детства. Мальчики-зайчики. Джон Гэбриэл, который свято поверив в то, что все великие люди-сироты, сбежал из дома и в**бал самому дьяволу. И... Тайкхот... Тайкхот... Тичу... Тиху... Короче, браги. Окончил старую академию Новой Аркадии с докторской степенью по апокалипсису, что бы это ни значило. Очень элегантный чувак. Пытается верить в то, что он находится в нуарно-мистическом детективе, а не в**банной насмешке над этим длинной в игру. И соответствовать всем канонам жанра. А отныне это наши верные товарищи. По ходу игры нам будут открываться новые атаки, но это все не важно, вы ведь не за этим пришли, правда? Нас познакомят с еще одним персонажем. Племяшка Тайха, которая будет крафтить нам оружие из говна и палок, ближе, чем в Devil May Cry, и которую можно будет мыкать, если ты затупил и не знаешь, что делать дальше. Амклер. Маленький гений. Изобретатель. И опять же племянница Тайха, с которым ей запрещают общаться родители. И благо мы обошлись без инцеста, спасибо. Хотя, быть может, это просто я не выкупила, я вот не удивлюсь. Выкладываем ей что к чему, и она отправляет нас собирать улики, ака детали, которые сыпятся из сраного мегатрона, как песок из моей жопы. А искать мы их идем в бродяжий переулок, ака местный Питер, судя по всему, с массой нестандартных личностей и удивительной архитектурой. Встречаем чувака, у которого единственный фетиш его работы, а именно... мусор. В досье же сказано, что под слоем масла и других мерзких вещей скрывается... поэт. Звать его Джеймс Грязнов. Спасибо, что не мусорский. У него же можем узнать о том, есть ли здесь заведение, где можно уронить свой зад, так как, напомню, мы теперь бездомные. Он скажет, что есть загадочное место с названием буквально Дыра, но им заправляет табучая златовласка, от которого стоит держаться подальше. Принимаем к сведению. Там же мы находим нашу первую улику, мужу мерзкой, вонючей, липкой слизи. На вопрос, что это, я вам отвечу. Это машинное масло, но все последующие вопросы снимаются и отправляются в ваше извращенное сознание. Далее, возле нашего дома, вернее того, что от него осталось, нам нужно будет подобрать болтяру-робота. Ну, вы поняли. Но перед этим нам надо развалить пару бальников. Кого бы вы думали, загадка Жака Фреско, на размышления 5 секунд, мимов. Бл***ь, мимов. Один из них тусовался, кстати, возле той жижи, просто я вам об этом не сказала. И да, они будут вовсю юзать техники бесконтактного боя. Восхитительно. Кстати, тут перед каждым файтом появляются надписи, которые этот самый файт объявляют. Я считаю это прекрасно. Вместо типичных для жанра эпичненьких заставочек вы видите фразы типа большие буквы, восклицательный знак и так далее. Среди этих молчаливых товарищей мы встретим мимного епископа, с которым можно очень культурно побеседовать. Ну, я пыталась, по крайней мере. На Балте же мы обнаружим письмена древних б***ь темных божеств. Кто-то сомневался? Я тоже нет. Получаем нового боевого товарища в лице Анклер, который просто врывается в файт с ноги со словами Nobody Expects the Spanish Inquisition и обдает всех священным огнем к стени матери. Снова отправляемся на поиски в бродяжий переулок. И наш дружище-пирожище жалуется на то, что, внимание, его укусил мусор. После чего сказал что-то про его мать. Так, б***ь. Короче, мусор ожил, и чел просит нас помочь ему. Помимо п***делова с мусором, и да, мое восприятие настолько притупилось, что на этом месте при написании текста у меня ни один мускул на лице не дрогнул. П***делова с мусором. Ребят, п***делова с мусором. Встречаем чувака, который на альтруистических настроениях готовит еду, помогая тем самым местному контингенту. Он искренне соболезну тем несчастным, кто страдает ужасной и неизлечимой болезнью. Пэтчи Хабоза. И тут вот небольшое лирическое отступление. Сердечное спасибо моей подруженьке за консультацию, а именно объяснение, как произносить эту срань и расшифровку шутки. Продолжаем. Этот чел занимается приготовлением супа, но вот беда, у него закончилось мясо. Хорошо, что мы предусмотрительно собирали его с бомжей после п***деловок. Что за мясо такое у бомжей? Бомжатина, б***ь. Отдаем его ему, но чувак тут не шутки шутить пришел. Ему нужно сертифицированное мясо. Мясо, которому бы он мог доверять. Что ж, не беда, обеспечим, но чуть погодя. Тем временем, разнеся еще несколько бомжей, мы находим следующую улику. Заводной ключ. Как мы доставили эту махину к Анклер? Не знаю, но мы это сделали. А еще мы... Раскидали... Убрали... Вынесли... Знаете, все эти речевые обороты звучат странно, когда речь идет о мусоре. Короче, помогаем таки мусорщику, за что он нам платит... Пластиковым жетоном с прилипшим к нему куском гнилого хряща. Угу. Впрочем, он пригодится, ведь путь наш лежит в новую локацию. А-а-а, набережная, переканье и бухты. Веселье, игры, а также убийства и черная магия. Приводите с собой детей. И здесь нас встречает местный барыга. Простите, уважаемый продавец. И, кажется, он принимает какие-то лекарства. Возможно, много лекарств. Цитата. Он заведует сувенирным магазином, работает в билетной кассе, занимается всеми палатками, короче, и чтец, и жнец, и на туде игрец. А еще этот чертило загробастал себе шестерню, которая нам нужна, поскольку тоже является уликой. Он может нам ее продать, но не за деньги, а за жетончики, которые, в свою очередь, нужно выигрывать на самой ярмарке. Туда у нас, разумеется, не пропустят, так как у нас нет билета. Так, быть может, он нам их и продаст? Нет, не продаст. Почему? Потому что он... Вы ведь уже поняли, что это бессмысленно, правда? За шестерню же он просит один жетон. Какая удача. Но внутрь он нас все равно не пропустит, поэтому разворачиваемся и уебываем обратно в бродяжий переулок. Да-да, чувак, у тебя есть что мне сказать? Ну, ёб твою мать, братан, это ебучий кринж. Съебался сцена, сука. А нас ждет встреча с еще одним колоритным персонажем. С ученым, результаты исследований которого получены опытным путем. Представляю вам... Эрнольд Уимпл. Доктор... Уринолог. Нет, я не ошиблась. Так и написано. Его эксперименты заключаются в том, чтобы ссать на вещи и смотреть, что будет. Но их мешают проводить все эти заблудыги. Знаете чем? Тем, что они повсюду ссут. Блядь! Собственно говоря, ему нужна помощь с этим. К тому же он говорит, что ему нужен Грант, так как он источил научные ресурсы этого района. Считай, как он обоссал здесь все, что только мог. По его словам, в некоторых местах не один и не два раза, ведь он очень тщательно проводит свои исследования. А Грант ему нужен, дабы... Ну... Дабы обмачить местное колесо обозрения. Его он ждет уже 27 лет. Но вот если бы у него была модель этого колеса, то он бы мог закончить это исследование. Возьмем на заметку. Но раскидать бомжей дело не хитрое. Во имя науки, разумеется. К слову, фаталити тут местами покруче, чем в Mortal Kombat. За это все доктор награждает нас билетом в Пеликанью бухту. Перфокарты с нарисованной на ней обезьяной. И... Пуховым шариком. И только мы разворачиваемся и берем курс на Пеликанью бухту, как вдруг... Да, это хозяин дыры. И да, он спиздил бомжей. Маршрут перестроен. Пара файтов и выясняется, что называются эти... Апартаменты. Не просто дыра, а дерьмовая дыра. Простор для художественного перевода я оставляю вам. Пусть это будет на вашей совести. Просим сдать нам квартиру и тот на удивление соглашается. У нас даже внезапно есть выбор из трех свободных. Ну, как есть. Это даже персонажи отказываются комментировать, так что... О, смотрите, этот чувак исчез. Разумеется, идем за ним и... Ну, по крайней мере, мы выяснили, зачем он пиздил бомжей. Оказывается, чуваку отдал приказ этот сраный Мегатрон. Также он сказал ему, что рассказывать это нельзя. Поэтому он прямо сейчас этого не делает, ни в коем случае. А еще он тупо по приколу подвесил бомжей на крюки, ну, чисто по фану. Нас же ждет босс-файт с ним. Золотовласка наша умеет суммонить алканавтов и атаковать волосами, которые впоследствии решает отрезать Гэбриэл. Остальные персонажи его не осуждают, конечно, но просто... Нахуй я? Там же мы цепляем деактивированного робота, как улику. Из него Анклер захерачит нам нового боевого товарища, и он умеет... Ну... Взрываться розовой краской Холли, я хуй знает. Рядом мы видим клеймовочную машину. Так что, не отходя от кассы, вот таким вот нехитрым действием мы получаем вместо не самого лучшего качества человечины кучу нежнейшей, замечательной, свежайшей, мраморной говядинки. Разумеется, сертифицированной. Все по госту. Относим его нашему шефу, и вот у нас в руках тарелка с жареным супом по рецепту батя. И знаете, нормальный человек бы отказался, но не я. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет с теми, кто рискует. За ваше здоровье. Игра поощряет долб***бизм. Мне нравится. В общем, счастливая и сытая летящая походка, и размахивая билетом, направляемся в бухту. Но вот незадача. По билету может пройти только одна любящая, что немаловажно, семья. Мы же на родственников не особо смахиваем, а про шведскую семью спиздеть варианта нет. Так что уведомляем уважаемого продавца о наших намерениях выломать ему колени и проходим в парк. Здесь мы встречаем еще одного персонажа, и он тоже доктор, но слава нахрен богу не обоссывающий все, что видит. Он мим. И ему тоже нужна помощь. Все дело в том, что ему пришлось по какой-то причине рвать когти со сходки мимов на набережной. Что за движ, естественно, не объясняется, но вот беда. А он забыл свой реквизит. Невидимый, разумеется. А его уже, небось, весь растащили? А ведь самое забавное, что реквизит этот падает не со всех, и его еще выбить нужно. Невидимый. Реквизит. Нужно выбить. Неподалеку встречаем новых вражим. Клоунов. И это, срань господня, самые хилые чуваки. Вернее, не самые, но суть в том, что у каждого неписи есть своя уязвимость. С этих клоунов падают взрывающиеся носы, и к ним у них пониженный резист, при том, что сами носы неплохо так дамажат. Короче, закидываем этих у**ков, их же носами и пошли нахуй. Ненавижу клоунов. Они еще и факи показывают. Вот же сукины дети. На самой ярмарке есть мини-игры с возможностью проявить свой садизм. За них мы получаем жетончики. Шатаясь по локации, мы можем найти стену из чистого зла, но нам сюда пока рано. Можем попробовать с ней договориться, конечно, но мы это уже проходили и поняли, что дипломат из меня, мягко говоря, хуёвый. Гуляем дальше и нагуливаем на машину предсказание с какой-то, блядь, цыганкой внутри. Залатим ручку жетончиком и получаем первое предсказание. ЗАСТАВТЕ СМЕХ ЗАМОЛЧАТЬ Бать, еще мне шмыги автоматные не приказывали, ну ладно, допустим. Там, кстати, починить надо было еще, ибо выключатель разнесли вандалы, но честно, я понятия не имею, где его взяла, я как-то проебала этот момент. Выкашиваем всех клоунов и возвращаемся за новым предсказанием. Развлеките нас. Для этого нам нужно будет три раза ухайдокать квартет парикмахеров, дабы собрать с них инструменты. Подваливаем к мадмуазели, что тут у нас? Ложки, козу и варган. Угу, угу, понятненько. Новый состав карпиклоне. Как же может называться группа, играющая на этом? Чтобы вы понимали, это даже в статистике пропишут, но не суть. Дамы и господа, я представляю вам Ярость Катаклизма. Не знаю, как вы, но лично я в восторге нахрен. Там, кстати, можно послушать на пластинке в меню наш трек. И, судя по названию, это местный аналог невыносимой легкости бытия Летова. В восторге я, в восторге шайтан-машина, так что следующее предсказание. Чтобы победить тьму, вам нужен свет. Ну, в логике тебе не откажешь, мать. Следом за ним вылетает еще одна бумажка со словами... Прочитайте сами, у меня сегодня не то настроение, чтобы призывать сатану. Зачитываем эту современную, мать ее, поэзию в стене и добро пожаловать на набережную. Узнаем, что мимо, блядь, поклоняются гигантскому суку, мимо ктулху, мать его в беретике. Ну, почему бы, собственно, и нет? Подбираем гигантский фонарь у Лику, и я напомню, если кто забыл, что тут происходит, огромный робот разнес нашу хату, и мы ищем его. Какие тогда нахрен ктулху, спросите вы меня? У меня нет ответа, но есть вопрос. А нахуй я вам эта информация? Короче, дальше нас пока не пустят, а на обратном пути мы таки добываем невидимый реквизит и относим его доктору Миму. Тот, в свою очередь, проливает свет на то адское дерьмо, которое здесь происходит. Все дело в том, что у Мимов есть молчаливый бог. А появился он потому, что им нужно было зарегистрировать культ. Все логично, ведь для того, чтобы зарегистрировать культ, необходим темный бог. И это первая графа в бланке, ну вы чего, в самом деле. И сейчас Мимов заботит только он. Но когда-то все было иначе. Мимы выступали со своими мимными номерами и не знали горя, пока не наткнулись на книгу. Никровамбекон. Они провели 666 детских дней рождения, чтобы накопить на нее, но в итоге книга была найдена в экспедиции. И это именно она пролила свет на истинное их предназначение. А весь мем в том, что на самом деле книга не содержит тайных знаний. Она вообще ничего не содержит. Она пустая. Ну вы поняли. Мимы жены не пытаются уничтожить вселенную. Почему этот чел с ними тусовался? Ну... Относим огромный фонарь девчули и рассказываем, какой пиздец происходит. Тайха клинит, он рассказывает стишочек изначало и ловит инсайт, мол творится, оказывается конец света, и наступит он сегодня ночью. Ну и кто же последний оплот надежды? Чувак с ПП, баба с граблями и чел с голыми руками. Ну с таким кастом только богов и месить, согласна. Анклер говорит нам, что наше оружие не окажет на него ни малейшего воздействия. Вот же новость. Поэтому нам нужен апгрейд. А именно, поле Тайха можно поместить в оболочку из постоянно изменяющейся энергии. Кулакам Гэбриэла нужно чистое вещество, символ нашего мира, вступающий в борьбу с внемировым злом. А нашим граблюшечкам бы не помешала живая подпись, которую мы добудем с помощью вот этого вот агрегата. Кто-то что-то понял, я тоже нет, кто-то выпал, все нахрен. В общем, сейчас мы отправляемся на поиски всего этого благородства. В роли живой подписи прекрасно подойдет душа этого молчаливого сукиного сына. Для пулей Тайха нам нужно будет вернуться к этому цыганскому агрегату. Гэбриэл просто вытянет предсказание и... Бальзам на душу. Из разбитого автомата вытаскиваем вакуумную трубку... Амда, забыла сказать. В автомат вселился демон. На очереди Гэбриэл и... О-о-о... Успели ли вы забыть про светило науки и единственную надежду уринологии, а? Я вот помню. Он просил нас принести ему модель колеса обозрения, которую... О чудо, по счастливой случайности можно купить в лавке уважаемого продавца за жетончики. А я просто напомню вам, что Гэбриэлу нужно чистое вещество, символ нашего мира, вступающий в борьбу с внемировым злом. Все ведь понимают, к чему я веду, правда? М-м-м. Относим это все анклер, получаем оружие из азиатских ММО и... И зафоршмаченные кулаки Гэбриэла. Я не хочу озвучивать, что он сделал, окей? И в следующий раз, когда будете со спокойной душой ложиться спать, помните, кто охраняет ваш покой? Именно эти бесславные герои. Тайха Браги. Мой аватар. И Гейб с обоссанными руками, блять, давайте уже боссфайт, я вас умоляю. И да, мы убиваем бога. Пулеметом с гирляндами, садовыми граблями и кулаками в моче. Вы видите в этом проблему? Я тоже не особо. Смотрим катсцену, в которой робот уходит. Мы все-таки иже бездомные, а голос все так же задвигает мрачные телеги. Что делать? Где наш дом? Зачем нужна та карта с обезьяной? Почему мы не разнесли эту махину, которая разнесла нашу хату? Почему рот в говне? А все это мы узнаем во второй части, господа! Почему? Если вы досмотрели видос до этого момента, то боги просто от всего сердца. Спасибо. Дальше будет немного лирики, оставайтесь послушать, вы и так столько времени проебали. В общем, я ментально через экран читаю в ваших глазах немой вопрос. Что это нахрен вообще было? И поверьте мне, то, что я играла в это в детстве, его не снимает. И да, я играла в это в детстве, вы не ослышались. Сама, маленькими ручками, без чьей-либо помощи или надзора. При том, что выглядит это все малость пострашнее, чем лабиринты из Барби и локации из Винкс, которые проходила моя мать. Моя психика загадочна и весьма коварна. К тому же играла я не в первую часть, а во вторую, не подозревая о существовании этой. Она была у меня на сборнике вместе с абсолютно безобидными штуками, типа юный ветеринар и прочей шелухи. А вторая часть, скажу я вам, гораздо более гнетущая и насыщенная местным... Ммм... Колоритом. Буквально, там первая же локация, психушка со всем прилежащим. Я не питаю надежд, я не думаю, что это видео залетит и так далее. Но при том, игруля мне действительно нравится, и я рада, что я взяла ее для видео. Я действительно считаю, что про говно, деблю и прочее можно шутить смешно и не пошло. И игра с этим прекрасно справляется. Я ни одного раза за все прохождение не поморщила нос, а это показатель. Будь я хоть трижды интеллигент, если шутка смешная, то она, блин, смешная. Ну и типа, прописать настолько абсурдный сюжет нужно еще постараться, серьезно. И если она вам тоже зашла, то не поленитесь пару слов об этом черкануть в комментарии. Видос было делать сложно и долго, но если есть смысл, то я с удовольствием расскажу вам про вторую часть. Она мне зашла куда больше. Надеюсь, что обратила ваше внимание на что-то достойное не только, по моему мнению. Ставьте лайки, подписывайтесь. У микрофона была Блэки. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok